Чувашия Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и телевикторина «След в истории». Листопад у каждого человека ассоциируется с началом нового учебного года. Так и хочется закинуть за спину ранец, взять букет гладиолусов и пойти заниматься делом. Но таким первый школьный день представляют себе современные ученики, их родители и максимум бабушки и дедушки. Потому что еще в начале 20 века ни о каких ранцах и гладиолусах речи не шло. Чтобы не говорили и не писали сегодня современные историки, до революции в России не очень заботились о всеобщем образовании граждан. Крестьянское население в большинстве своем владело лишь основами грамоты. Еще хуже обстояло дело на национальных территориях. В повышение культурного уровня иноверцев никто не был заинтересован. И не случайно при Николае I Министерство просвещения называли Министерством Затемнения. Безусловно, существовали и университеты, и училища, и гимназии, и школы. Но пробиться туда удавалось немногим. Взять хотя бы нашу республику. Всего-то несколько человек исключения, лишь подтверждающие правила. Так что у новой власти дел было не в проворот. С образованием Чувашия работа на ниве народного просвещения развернулась в двух направлениях. Во-первых, надо было создать систему образовательных учреждений. Ну, если взять годы, самые первые годы советской власти, уже новые формы появились. Кроме тех, кто были, значит, там, школы, гимназии. Гимназии уже нет, просто общая образовательная школа была. Потом были школы, различные там ученичества. А вот дальше появились школы, которые готовили для поступления в вузы. Это РАПФАК название, рабочий РАПФАК, рабочий факультет. Это принимали из рабочих крестьян. В течение трех лет их выучивали до уровня знаний общего образовательной школы. Потом они поступали уже в вузы. Во-вторых, надо было обучить грамоте взрослые населения. Ликвидация безграмотности была одной из самых масштабных компаний советской власти. Через ликбезы прошло около 200 тысяч жителей Чуваши. Создается общество долой неграмотности. Руководил обществом сам Михаил Иванович Калинин. И вот на территории регионов, в том числе Чувашии, в 20-е годы создаются общества. То есть ячейки ОДН. То есть общество долой неграмотность. Взрослые учителя, да и учащие старшего класса принимали самое активное участие в ликвидации безграмотности населения. Вот о результатах, о масштабах, скажем, деятельности этих обществ, секций и учителей подтверждают итоги переписей. Если в традиционный период Чувашское население по уровню грамотности занимало, скажем, мужчины где-то около 18% уровень грамотности, 18% грамотности, а женщин всего где-то 4% только составляло. А вот дальше смотрим, значит, у нас перепись в 26-м году уже уровень грамотности как взрослого населения, мужского, так и женского, уже до и более 50% достигает. То есть это действительно успех. Сначала были большие льготы даже давали, чтобы привлекать внимание. Неделю нужно было три раза заниматься, подвижаться отпускали с работы, сохранили заработные платы. Но настолько бедно жили тогда, что потом пришлось от этого отказаться. Дальше слово грамотное опять менялось. Сначала тех, кто умеет подписывать, считают грамотными. Проходит время, они не знают опять грамоты. Теперь появляются трехмесячные. Потом трехмесячные, кончают, опять люди забывают. Потом опять же девятимесячные, двухгалечные сделали. То есть постоянно эта система совершается у нас. И получается по всей стране до Великой Отечественной войны 40 миллионов человек получили такую первоначальную грамоту. То есть научились писать и читать. Трудно переоценить важность этой кампании для общества. С распространением грамотности начала меняться жизнь Чувашской глубинки. Люди перестали ходить к знахарям, доверившись медицине. Матери согласились оставлять детей в яслях и детских садах. Устоявшиеся за века обиход вошли новые технологии. Собственная ликвидация безграмотности стала второй революцией – культурной. 20-е и 30-е годы стали, пожалуй, золотым веком образования. Ни до, ни после этого жители Чувашии, да и всей России не тянулись к знаниям с такой силой, как в тот период. Конечно, сейчас у нас поголовная грамотность. Но ведь и образование стало обязательным. А тогда учились по собственному горячему желанию. К середине 20-х годов в Чувашии было уже около 900 начальных и средних школ. Ровно вдвое больше, чем в дореволюционное время. Кроме того, открылись 10 детских домов. Гражданская война, голод и сиротели тысячи маленьких советских граждан. Довольно быстро увеличилась сеть дошкольных учреждений. Только в одном Ядринском уезде было организовано 20 прилично оборудованных детских садов. Понятно, что самым острым в этот период стал кадровый вопрос. Необходимы были профессиональные педагогические работники. В Ядрине, дальше, значит, в Чебоксарах, в Сивильске, в Калинине. То есть, педагогические техники, которые в последующем, они были преобразованы в педучилище. Ну и поскольку жизнь требовала, настоятельно, скажем так. Почему? Потому что в 1934 году был указ, не скажем, постановление СНК, СССР о преподавании гражданской истории, скажем. Вот. И постановление об открытии средних школ. Вот эти постановления и, скажем, заставили, ну, наверное, термин не совсем подходит, открыть непосредственно Чуваший и высшее учебное заведение. Вот таким учебным заведением первенцем высшего образования у нас в Чувашии стал Чувашский государственный педагогический институт. Ныне университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. В 30-е годы, до военный период, так как учителей все-таки не хватало, так ведь, в 20-е годы, в 30-е годы готовили только учителей в педтехникум училищих, стали открываться и учительские институты, которые давали неполное высшее образование. Учителя получали, так сказать, для работы в среднем звене учителя 5-х, 6-х, 7-х классов, скажем так. Вот у нас был открыт АллатРский учительский институт, чуть позже Канарский учительский институт. Вот они как раз и сыграли важную роль в 7-летнем всеобучии подготовки учителей неполных средних школ. Если просвещение чувашского народа связывают с именем Ивана Яковлева, то обучение жителей советской Чувашии также тесно связано с именами Ивана Кузнецова, Евдокия, Николаева Нерке, Ефрема Чернова. Трудно переоценить их гражданский подвиг. Будучи наркомом просвещения, Ефрем Чернов потратил массу силы Нерва, чтобы в Чувашии открылся первый вуз – педагогический институт. Факультетов первоначально не было. Почему? Потому что факультетский принцип только с 1934 года начинается. Были отделения, общественно-литературные отделения, физико-математические и так далее, и так далее. Но потом, в 1934 году, например, у нас открывается исторический факультет. То есть в связи с открытием, созданием средних школ, открытием, то есть необходим стал вопрос подготовки уже учителей для средних школ. То есть специальные учителей истории нигде не готовили. Вот, начиная с 1934 года, у нас теперь на историческом факультете Чувашского госпедаинститута начали готовить и учителей истории. Кроме того, в крупных вузах страны была видена система брони для студентов из национальных республик. Они принимались на льготных условиях и в обязательном порядке обеспечивались стипендии и местом в общежитии. В случае, если студент отказывался, место сохранялось за национальной автономией. К примеру, в Казани в 1924 году обучалось 237 уроженцев Чувашии. Больше всего по сельскохозяйственной и педагогической специальности. Это и определило профили двух первенцев высшей школы – республики педагогического и сельскохозяйственного институтов. Таким образом, за 20-е и 30-е годы сложилась система образования, которая в тот момент удовлетворяла потребности страны. Правда, уже в начале Великой Отечественной войны, когда из прифронтовой полосы стали массово эвакуироваться дети, а здания школ были отданы под госпитали и военные учреждения, эта система затрещала по швам. Но эта тема – отдельная передача. Вот мы и добрались до главного пункта нашей программы – вопросов телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. Какой документ, закрепивший не только право, но и обязанность учиться, был принят в Чувашии 85 лет назад? В каком году учителя Чувашии получили первые государственные награды? Ответы присылайте по адресу 428-00, Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, 10, Национальное телевидение Чувашии с пометкой на конверте «След в истории». Либо по электронной почте. Викторина Дефис, след 21, собачка, яндекс.ру Ответы на вопросы мы принимаем до нового выпуска нашей телевикторины. Разумеется, чем интереснее и подробнее они будут, тем больше у вас шансов на победу. Подсказки вы можете найти в передачах нашего телеканала. Будьте внимательны. Мы ждем ваших ответов, а призы ждут вас. КОНЕЦ КОНЕЦ